К примеру, вот так мог бы выглядеть палисадник моей мечты. И ничего, что дом у нас пятиэтажный и в нём очень много квартир. Всё равно мы можем мечту свою осуществить. И что я делаю для этого? И ещё вот, посмотрите, склон, где я прикопала колёса и посадила в них уже нормально. Принялись хризантемы. И, смотрите, птицы поют, воробьи чирикают. Вот, видите, под баночкой это петуния, которая у меня на подоконнике росла. И вот в ряд колёса на этом склоне. Теперь парковаться, я думаю, ребята не будут. Найдут более достойное место, чистенькое, на асфальте или в своём гараже. А здесь будет город-сад. Сейчас пойду выкапывать форзицию. И в одной из колёс я её определю. Вон там, возле помойки, желтеет куст форзиции. Я откопала, откопала с корешками. Вот, уже видите, какой саженец получается. И сейчас я его посажу вот в это колесо. В эту шину посажу. Ну, чтоб не наехали автомобили, а куда деваться. Ничего, приживётся и будет ещё радовать нас. Вот так же, как там, возле дома. Видите, в шинах растёт. Сейчас я тоже это проделаю. Будет красота, цветущая, жёлтая. Солнышка нет, а у нас своё во дворе. Вот такой пока небольшой саженец. Теперь она нарядная. На праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Я надеюсь, она приживётся. Да, там рядышком хризантемки. Пускай растут, они будут немножко притенять эту землю. И осенью будут уже цветы. Так что, чтоб не скучно было. И росточек петунии. Кстати, можно будет ещё каких-нибудь цветочков подсадить. Друзья мои, это японский клен. Выкопали мы его на сопке. И посмотрите, как он разросся. Мы принесли маленький росточек. И вот я хочу его формировать. Как вы думаете, здесь, с торца дома, где нет окон, как его лучше сформировать? Ну, правда, здесь тропинка есть. Вот она, какая тропиночка. Вот так вот. А это вот сам дом, на котором висят тарелки. И больше ничего здесь нет. Конечно, этот клен скрасит здесь угол. Очень красиво будет. Поэтому подскажите, то ли шариком, то ли вырастить деревце и крону с шариком сделать. Кстати, начинается морозь. А то она мне говорит, может, хватит. А у меня впереди ещё, видите, хочется выровнять немножко бордюр самодельный из наших камушков. А чтобы выровнять, надо сорняки под ним выпалоть. Здесь, ну вот, кучка сорняков и там кучка сорняков. Ой, ну ладно, будем понимать знаки небес. И, наверное, выкопаю, докопаю вот здесь вот немножечко сорняков. Уложу камушки и всё. А здесь уже чистота. Вот я под ним всё прополола. Так что мне нравится, когда всё ухожено, газон, всё растёт. Ну, правда, машины. Но здесь, видите, удобная площадка. Поэтому народ ставит. Ах, как хорошо, если бы убирали в гаражи. Ну, это день, куда деваться. Ну вот. Вот такой вот палисадник с торца дома у нас. Ну вот, подсказывайте, жду ваших советов. Как сформировать мне вот этот клён. И когда его лучше подрезать. Я вот весной не решилась в такой вегетативный бурный рост. Мне кажется, я нанесу большой стресс растению. Вот. Потом я покажу вам, как он цветёт. А осенью он будет такими красными листьями. Вообще красота. Ну ладно. Жду ваших советов. Где твой хозяин? Бегом, бегом, бегом к хозяину. Ах, этот пёс Арчи. Дети не могли его поймать. Сначала спустились с поводка, а потом долго-долго его ловили. И, конечно, затоптали всё, что я там посадила. Ну ничего. Вот так вот бывает. Прежде чем браться за палисадник, за его развитие, нужно понимать, что это дело требует очень большого количества времени и колоссальных усилий. Если вы постоянно работаете и при этом не готовы нанять какого-то садовника, то лучше выбрать такие растения, которые не потребуют большого ухода, прополки и лечения от болезней. А в чём же заключается уход за палисадником? Ну, во-первых, конечно, это посадка растений. Это оформление цветников. Не просто воткнул, как попало, но ещё и продумал, как его оформить. Красивое оформление дизайна участка. Надо поливать то, что посадили, пропалывать сорняки, подстригать кустарники, подкармливать растения, чтобы они радовали нас своим здоровым видом, а также обрабатывать от вредителей и болезней. И последнее, это готовить ваш палисадник к зимовке. Кажется, что приведённый список, ну, вроде как, выполнять несложно. Но помните, что на это уходит, конечно, очень много времени и сил. Когда-то перед нашим домом была достаточно такая заброшенная территория из необработанных участков, которые претендовали называться на палисадники, но на самом деле таковыми не являлись. Но потом, видимо, появилось много молодых пенсионеров, которые взялись с энтузиазмом за дело, и сейчас у нас, ну, просто цветники, которым могут позавидовать соседние дома. Перед тем, как разрабатывать ваш палисадник, нужно взяться за работу и определить, что мы хотим. Мы можем сделать постоянно цветущий цветник, подобрав специальные растения, либо просто сделать обычную клумбу. Есть разновидности палисадников и участка, которые выбирают исходя из его особенностей. Например, рабатка. Это для палисадника в форме прямоугольника. Обычно это перед подъездами такие, именно прямоугольные формы. Они занимают участок между фасадом и бордюром. Если посадить цветы рядами, то получится рабатка. Также можно оформить палисадник в виде альпинария. Это композиция из растений и камней. Она похожа на горный пейзаж. Бордюр – это растения, которые обрамляют дорожку у дома, от калитки, по обеим ее сторонам. Ну, не обязательно. В прямоугольном палисаднике это растения, которые высажены по краю. А также еще такое понятие есть – миксбордер. Это сложная и красивая композиция, которая зачитает себе цветущие и декоративные растения. Это самый распространенный вариант палисадника. И тем не менее, он же и самый сложный. Как выбрать растения для палисадника? Ну, во-первых, нужно изучить некоторые нюансы. Вот те растения, которые вы посадите на участке, будут зависеть от его освещенности. Если палисадник большую часть дня находится в затенении, то нужно высадить именно те невыносливые растения, такие как папоротник, хосты, незабудки. Если ваш палисадник хорошо освещен, например, он находится на южной стороне, то подойдут астры, пионы, гладиолусы, петуньи, ромашки, флоксы. И тот палисадник, который я вам представила, вот именно здесь мы посадили георгины, а также будут высажены ещё петуньи. Ромашки растут и флоксы именно на южной стороне, с торца дома. Также вы можете захотеть, чтобы ваш палисадник всё тёплое время года радовал вас цветами, начиная от ранней весны и заканчивая поздней осенью. Тогда, что нужно помнить, рано цветут тюльпаны, крокусы, ландыши, маргаритки, а также примулы в нашем регионе. Сажайте именно их. С летом лилии, колокольчики, пионы, это среднецветущие. Они будут свисти где-то в середине лета. А вот хризантемы, георгины и астры цветут до самого наступления морозов. Если в палисаднике посадить все эти растения, то вы будете любоваться своим цветущим садом всё лето. Размер растений для палисадника. Если вы хотите воссоздать многоуровневый сад, то возле забора высаживаются высокорослые растения. Далее идёт полоса среднерослых. И уже возле самого фасада низкорослые цветы. Но это для тех палисадников, если вы любуетесь палисадников, проходя мимо фасада дома. Если же вы находитесь снаружи палисадника и хотите, чтобы именно снаружи можно было ими любоваться, ну, придётся отказаться от забора и низкорослые цветы посадить снаружи и так далее, и так далее. По мере приближения к дому сажать более высокорослые цветы. На самом деле мы так и поступили со своими палисадниками. На дальнем плане у меня высятся топинамбуры, георгины, затем менее низкорослые растения. И, наконец, бордюр – это сентябринки. Самые низкорослые цветочки, которые не мешают обзору всего палисадника. Продолжительность цветения. Растения подбираются по принципу одни отцветают, другие начинают цветение. Ну, мы об этом уже говорили. Так что обустроить палисадник своими руками и при применении подручных материалов очень интересное и творческое занятие. Конечно, мы используем шины не всегда только потому, потому что они как-то декоративно украшают. Нет. В первую очередь для того, чтобы защитить наши посадки от вытаптывания как животными, так и людьми. Ну, это занятие творческое. Вы можете что-то придумать. Ну, если не можете придумать сами, посоветуйтесь тогда с профессиональным дизайнером ландшафта. Ну, вот, пожалуй, всё про палисадники, дорогие друзья. Я желаю вам крепкого здоровья, чтобы у вас хватило энтузиазма вырастить прекраснейшую зону красоты вокруг вашего дома. Это палисадники. А пока, всем пока. С вами была Диана. С вами был Игорь Негода.